добрый день мне зовут олег гусев я руководитель школы навигатор школа которая в 2009 году пришла в москву из генуи и собственно с этого периода времени мы познакомили с парусом более 12 тысяч человек мы подготовили 15 мастеров спорта более 30 кандидатов мастера спорта и на сегодняшний момент знакомим и продолжаем знакомить тысячи не только москвичей но и жители всей нашей необъятной страны у нас есть филиал в казани у нас есть филиал в нижнем новгороде сейчас мы готовим открыть школу в ярославле калининграде санкт-петербурге так что приходите и будем знакомиться с парусом вместе итак сегодня поговорим о том что такое регата сейчас очень модный тренд приглашают все погоняться на регаты в турции в москве санкт-петербурге и екатеринбурге но не надо путать понятие регаты путешествие флотилии или других ивентов которые тоже можно провести под парусом поэтому рассмотрим что же такое регата принцип проведения парусных соревнований какие бывают дистанции как считаются очки какие роли в команде бывают и в чем собственно залог победы есть люди которые приходят только побеждать а кому-то неважно главное получить полезный навык новые коммуникации новое общение но и прекрасно провести время поэтому мы поговорим с вами о береговой части затронем тренировочной базы где можно готовиться и ну и как записываться на тренировки и если есть желание поучаствовать в любительском формате наших клубных регат и так что же такое регата ну прежде всего это спорт спорт который изначально водный где соревнования проходят на парусных судах или досках это может быть одной гонкой как у капитана в рунгеле из точки а в точку б а может быть состоять из серии гонок так как вот у навигатора например мы проводим серию регат за летний период есть разные регаты по результатам всего сезона выводится победитель что же такое регата это итальянского слова рига линия соревнования по парусному или грибному спорту состоящие из серии гонок на различных судах какие суда бывают вот принцип проведения а сама регата зависит о том на чем мы гоняемся то есть болиды то все разные а как выявить все-таки яхтсмена и его навык как соревнования между людьми устроить если один ходит на маленьком корыте а у второго большой современный карбоновый болид так вот существует несколько типов регат первое это монотипное и мы как школа с большим багажом пятнадцатилетним предлагаем вам операции пробовать именно в этом формате гонок участвовать потому что все одинаковые лодки выходят одинаково на старт и вот кто первый финишировал тот и финишировал его уже не пересчитают на него уже не наложат дополнительных штрафных очков как в гандикапе например гандикап это когда у вас разного формата лодочки поменьше побольше у них есть связи с расчетной методикой определенные гоночные баллы и присваивается одной лодке единичка другое полтора а у третьей может быть даже двоечка и после того как вы финишировали есть время зачетное это время умножается на полтора на два и так далее естественно приходя первым пересекая финишную черту и уже практически готовы принять лавры победы вы оказываетесь после пересчета на пятом шестом а то и двенадцатом месте обмерная формула позволяет избежать некоторых погрешностей гандикапа и здесь закладывается очень много параметров есть система аэрси есть система оэрси в которых проводят чемпионат аэрси чемпионат оэрси лодки примерно одинаковые по размеру берутся в одном дивизионе ну скажем сорока футовые и в этих сорока футовиках в любом случае у кого-то будет мачта повыше киль подлиньше и она будет в лавировку лучше ходить у кого-то корма будет пошире она будет ходить полными курсами с большей скоростью как это усреднить как посчитать правильно вот порядка 50 параметров закладывается начиная длины корпуса осадки высоты мачты вплоть до материалов изготовления парусов количество парусов какие паруса закладывается всю формулу появляется у вас гоночный балл выдается вам сертификат либо аэрси либо в россии вы можете с этим сертификатом ездить по всему миру на ваши лодочки и участвовать в соревнованиях подобного класса если мы говорим про наши водные внутренние пути наше клязьминское водохранилище хлебниковская химкинская акваторию сочи геленджика абрау дюрсо то конечно выбираются на водных гладях этих монотипный флот и гонках в этих участвует смешанный состав когда не только любители не только те которые первый раз или там десятый раз пришли на лодку но и профессионал обязательно присутствует на лодке человек с большим стажем скорее всего со званием либо кандидата либо мастера спорта человек который знает наизусть все правила парусных гонок по которым происходит соревнование которое знает соперников на дистанции тех самых с кем он когда-то был может быть в сборной россии или сборные соседних наших стран этот человек берет на себя ответственность за вашу безопасность и за исполнение тех самых правил парусных гонок по которым проводится регата то есть еще раз регата это не разная история шатания по красивым бухтам прогулкам с вкусными закусками и приятными напитками это спортивные соревнования она проводит четко по правилам и в монотипном флоте имеет четкие понятные прозрачные подсчеты очков и так если мы рассматриваем внутренние водные пути и рассматриваем короткие гонки монотипного флота то обычно выставляется дистанция строго против ветра от стартовой линии стартовой линии представляет из себя судейское судно справа слева надувной буй верхний знак знак номер один поставляется четко против ветра перпендикулярно нашей виртуальной линии от судейского судна до с левой стороны плавучего буя так вот эта дистанция у нас в упрощенном виде это 13 скорее всего мы всегда так будем гоняться если количество лодок не будет превышать 20 вот если будет больше 20 лодок на старт выходить то добавляется двоечка от тяжной он будет с левой стороны от тяжной еще один буй надувной ставится чтобы на знаке верхнем знаке номер один не создать кашу из лодок огибающих этот первый знак в чем состоит сама дистанция то есть вы со стартовой линии после знака судейского судна в лавировку потому что лодки против ветра не могут ходить галсами поднимаетесь на знак номер один огибаете его спускаетесь вниз на знак номер три огибаете его поднимаетесь опять в лавировку на знак номер один и опускаетесь уже идете на финиш это называется дистанция левая потому что огибаемся левым бортом и обычно стандартная дистанция это две петли две петли проходим финиш бывает укороченная дистанция когда говорят сразу судейского из-за слабого ветра одна петля отлично мы понимаем на старте выходя на стартовую процедуру что мы будем огибать левым бортом и только раз огибаем и сразу идем на финиш то есть у вас всего одна постановка дополнительных парусов и уборку уже после финиша 2 когда петли немножечко сложнее сама дистанция тем что вам нужно в лавировку когда поднялись и огибаетесь вам нужно поднять дополнительный генакер опустить стаксель когда вы спустились на троечку под генакером галсами вам нужно убрать этот большой парус поставить стаксель и на лавировочных парусах подняться вверх опять нужно будет поставить генакер убрать стаксель и опуститься вниз то есть у вас процедуры эти удваиваются и количество ошибок обычно на дистанции две петли умножится кратно и здесь как раз на дистанции две петли проявляется слаженность команды насколько часто вы выходили как у вас получается быстро поставить дополнительные парусов брать дополнительные паруса как правильно вы выбрали ту зону левую зону или правую зону куда вы heißами будете больше с большую сторону ходить потому что ветер неравномерно ходит по дистанции он бывает подкручивает и каждая подкрутка ветра отход его за ход на дистанции позволяет вам выше к знаку идти или ниже от знака «Т». То есть, это все мы рассмотрим дальше, когда вы будете уже заниматься, серьезно заниматься парусным спортом. А сейчас по дистанции еще, может быть, маленькая ремарочка. Значит, эта дистанция выставляется прямо непосредственно перед гонками, в зависимости от погодных условий. Потому что до обеда может ветер дуть с одного берега, а после обеда может с другого берега. Поэтому дистанция меняется. И непосредственно перед гонками с судейского судна, когда все лодки подходят к стартовой процедуре в зону старта, регистрируются на гонку. С судейского судна им докладывают. Ребята, вот вам дистанция. Дистанция левая, сколько петель. И стартовая процедура. Сколько времени. Она может быть пятиминутная, стандартная. Пять минут до старта. Потом на четыре минуты поднимается флаг класса, папу. На минуте опускается флаг. И после, когда истекает пять минут, старт открывается, и все лодки устремляются на старт. А может укороченная дистанция, когда всего три минуты дается, и на каждую минуту меняются флаги. Класс подготовительный, папа. Убрали папу и махнули классом наши регаты. Открывая тем самым старт, и все лодки устремились. Об этом мы узнаем непосредственно перед самим заездом. Как же считаются очки? Значит, в гонках флота, мы сейчас говорим с вами как раз о флоте, когда мы все одновременно стартуем, проходим по дистанции и финишируем. Вот первый, кто финиширует, получает одно очко. Десятый – десять очков. То есть получается, что за каждую гонку вы получаете определенное количество очков. И по итогам регаты, а мы провели за регату, по погодным условиям за два часа можем три гонки провести, четыре, пять, ну больше пяти обычно не проходят. Порядка пяти гонок. И тем самым мы можем набрать разное количество очков. А суммируя очки, мы получаем результат за регату. И первое место получает человек, который набрал меньшее количество очков. Вот в данном случае в таблице посмотрите. Шестнадцать очков набрала Артемида. Первое место получает. Второе место у нас Бэк-Офис получает с двадцатью одним очком. И третье, четвертое набрали одинаковое количество очков, тридцать. Но при этом почему-то разделили места. Кто-то попал на призовое третье место и получил бронзовую медаль, а кто-то получил при этом деревянную медаль. Или не получил ничего. Так вот, как выявляется при равенстве очков победитель? Из двух команд выбирается та команда, которая приходила с лучшими показателями. Посмотрите, Апачи третьи, они два раза приходили первыми, а Посейдон один раз всего приходил первым. Если бы даже у них было одинаковое количество приходов первыми, они приходили и тот, и другой два раза, как тогда считать, как выявлять победителя? По последней гонке. В последней гонке, если бы Посейдон два раза пришел первым, то в последней гонке он был пятым, а Апачи были седьмыми. Вот пятый результат лучше, чем седьмой, он бы был на третьем месте. Если бы, конечно, он за весь гоночный период когда-то приходил в два раза первым. Итак, по количеству очков. Выявляется победитель по всей регате. Обратите внимание, что важно кучность ваших приходов. То есть, вы будете, если все время четвертыми приходить, вы наберете 16. Четыре регат, четыре гонки, четвертые пришли, 16 очков. И если вы пришли один раз первыми, один раз третьими, один раз девятыми, у вас уже и один раз пятыми, все, вы уже не попали в призовой фонд. Поэтому важно ходить без ошибок, и пусть не первыми, но и не последними. А что нужно делать, чтобы ходить всегда в числе первых? В чем, собственно, залог победы? Прежде всего, на наших коротких дистанциях это наименьшее количество ошибок. А как их, вот, наименьшее количество получить? Во-первых, вам нужно внимательно настроить работу между собой и шкипером, вашим рулевым, вашим наставником. То есть, как четко вы будете выполнять его приказы, указы, команды. Как быстро вы найдете ту согласованность в работе с ним и те короткие фразы, которые вы будете понимать. Синюю тени, красную тени, добери, потрави. То есть, как вот этот язык свой в команде быстро сформируете, как он будет к кому обращаться? Пять человек на лодке. Запомните, он всем Вася, Петя, Семен и Анастасия. Или не запомнит, будет путаться в именах. Поэтому, может быть, он вам номера присвоит. Один, два, три, четыре, пять. Это все будет зависеть именно от вас в команде. То, как вы быстро с ним договоритесь. Ну, и, конечно, не исключение во всех практических гонках это вот везение. Фарт в команде занимает примерно 20-30% вашего успеха. Бывают такие везунчики команды, что даже допуская ошибки, даже допуская ошибки, он уходит из-за этой ошибки в невыгодную сторону, а там приходит свежий ветер. И на этом свежем ветре они приходят и финишируют первыми. С этим везением, кстати, обращаю ваше внимание, можно выиграть регату, даже проиграв первые две-три гонки. А потом, если у вас длинная серия, вы в этой серии, просто потом один-один-один-один-один, и все, вы выигрываете регату. То есть, не стоит опускать руки до окончания самой последней гонки. Вот финиш последней гонки, тогда можно выдыхать. А все предыдущее время работает на вас. В каждой следующей гонке вы можете улучшить свой результат. Поэтому мы в регате не выигрываем гонку, а мы выигрываем серию гонок. Мы выигрываем всю регату. Победа отображена на данной картиночке как пирамида. Как на самом деле влиять на первые два пункта слаженности работы? Здесь никак не повлияем на везение, но на первые два пункта мы точно сможем повлиять. Если мы правильно подготовимся к регате, а это значит, мы разберемся в матчасти, это значит, мы поймем, какая дистанция и как ее отрабатывать. Мы поймем, как управлять в принципе лодкой, какие есть роли в регате, какая ваша именно роль будет более эффективна в этой команде, на какой позиции вы будете лучшим игроком. Дальше, после подготовительной части, идет настройка яхты. А умеете ли вы ее настраивать? А вот дали вам новый болид, никто его не знает. Вроде бы она самая быстрая, это прям Формула-1. А вы на ней ни разу не ездили, и вы не понимаете, как эту Формулу-1 разогнать до ее показателей. И вы ездите наравне с той же скоростью, как с осенней Победой. Как только вы разберетесь с настройками, дальше уже можно работать над скоростью. Скорость в регате, в сильных командах, где одинаковое количество гонок примерно, как говорят у нас, попа часов на яхте провели люди, в скорости разница – это секунды. на дистанции – это секунды, это не минуты. И отыгрывается место буквально в каждой гонке вот долями, долями корпуса. То есть, вот финиширует практически там на 20-30 сантиметров с разницей друг от дружки. Поэтому скорость важна. Нельзя ее терять ни на одном маневре, ни на одном повороте. Надо постановки уборки парусов. То есть, чем слаженнее и быстрее вы все маневры совершите, тем выше ваша будет скорость. Ну и тактика – это уже шахматы на воде. Это уже нужно раскладывать дистанцию. Это уже нужно читать воду. Это уже нужно смотреть за той осцилляцией ветра, которая происходит на дистанции. Вас будет больше приводить или вас больше будет уваливать. Где будет рождаться ветер, где он будет заканчиваться. Штилевые гонки – это или гонки на свежем ветру. От этого тактика работы в команде меняется. И этому мы уделим отдельное внимание. У нас отдельная есть лекция. Присоединяйтесь. После каждой лекции мы рекомендуем сразу же отработать это занятие на воде. Какие роли в команде бывают на лодке? Чем больше яхта, тем больше нужно членов команды, чтобы в принципе справиться с одним и тем же набором парусов. Паруса просто становится больше. Квадратура больше. Убрать большой генакер уже не одному, двумя человеком по силам, а только там команде в 6-8 человек. Потому что там генакер под 200 квадратных метров. И на свежем ветру его нереально вытянуть просто силой. Даже если его полностью потравят по ветру, и он будет колыхаться простыней по флажочкам. И вот даже этот флажочек нужно как-то затянуть на яхту. И вот этим занимается слаженно по 5-6 человек на большой лодке. Мы же говорим про маленькую лодочку, про 7-метровую, на которой мы проходим подготовку и основной соревновательный момент на внутренних водных путях. В этом случае у нас есть рулевой. Он может совмещаться с должностью инструктора-наставника. Если вся команда новичков, если все еще не подготовлены, и ни одного у вас в команде нет дипломированного рулевого, и вы все приходите там первый сезон, вы только-только начинаете заниматься, инструктор-наставник берет на себя функцию и рулевого, он же и является тактиком вашей команды, он же является и тренером вашей команды, и он же, собственно, ваш психолог командный, который будет разбирать, по сути, ваши типажи, назначать дальше должности от вашей склонности той или иной к работе, будет выявлять ваши, прежде всего, ваши хотелки. Вы пришли сюда гоняться и побеждать, или вы сюда пришли отдыхать и просто вам по фану, походить под парусом, познакомиться с чем-то новым, подергать за шкоты, посидеть, может быть, немножечко поуправлять лодочкой, как рулевой, но без претензий на победу. И от этого будет зависеть работа в самой команде. От этого будет зависеть весь настрой и, собственно, заряженность самого инструктора. Одно дело, он сидит расслабленно, может быть, даже покуривая под ветром, рассказывает вам байки, травят сказки о том, где и как он побеждал и где-то в каких штормах он там принимал участие. В этот момент он будет давать вам возможность рассказывать, вот от чего тут синий, куда идёт, куда идёт красный, можешь потянуть, давай посмотрим, что получится. А вот эту красную потравить, посмотри, что получится. То есть, это процесс такого знакомства и обучения, он может проходить прям непосредственно в регате, в любительской. А у нас все регаты, которые мы сейчас рассматриваем, если у нас непрофессионалы гоняются, они любительские. Поэтому мы для любителей, сам наставник будет идти навстречу и давать именно то, что вы хотите. Хотите фан, хотите обучение? Пожалуйста. Хотите соревноваться, побеждать? Пожалуйста. Тогда мы собрались все внимательно, сели, разрисовали схемки. Каждый попробовал свою должность, расставил вас по местам, дал вам по верёвочке. Когда нужно тянуть, когда травить, разобрали эти команды короткие. На каком этапе, в какой момент, в какой поворот, как кого будем звать? То есть, мы будем звать Питман, и ты запомнил своё название Питман. Или он будет пытаться вспомнить, что вас зовут Валерий. И вот Валерий у нас будет сейчас отвечать за бушприта. Бушприт пошёл, команда, значит, Валерий должен тянуть двумя руками, как можно быстрее до конца, и зафиксировать ту верёвку, которую выдвигает бушприт из корпуса, когда нужно его убрать обратно. Он едет уже верёвку, но за другую сторону начинает затаскивать этот бушприт обратно. Тот же Питман отвечает и за вынос угла на ветер, он отвечает и за подъём фала, дополнительных и основных парусов. Это всё его роль. Гикошкотов у нас отвечает за большой парус грот, который при сильном ветре может кренить лодку, его нужно травить, выравнивать её от крена, чтобы её не сносило. И отвечает за крутизну, когда очень нужно быстро добрать этот грот, чтобы лодка как можно быстрее набрала скорость, и выше, выше, круче, 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 пошла на верхний знак, на этот самый. Он же, собственно, отвечает на старте, когда быстро нужно потравить и остановить лодку, как тормоз. Он же и тормоз, он же и скорость. Шкотовый, их может быть два на лодке, по левому борту и по правому борту, отвечает за манёвры поворота, за то, что добрать нужно стаксель, настроить его до рабочего состояния, как раз вот за скорость отвечает Шкотовый. Быстро его скинуть, добрать его с другой стороны, зафиксировать его в положении, в рабочем, в гоночном. То есть, он же тоже следит за марочкой, чтобы её не больше, не меньше было на Шкоте добрано и зафиксировано. Баковый у нас отвечает за всё, что находится впереди мачты. Это за постановку большого паруса, уборку этого паруса, за стаксель, генакер, за стаксель, который нужно будет при постановке большого генакера убирать вниз, потом поднимать его обратно вверх. То есть, он за работу передних парусов отвечает. Ну и, собственно, если появляется у нас человек, который готов заменить инструктора-наставника как рулевого, то инструктор уходит на должность тактика. Человек, который следит за окружением, смотрит за тем, как соперники работают на дистанции, где какую они занимают позицию на старте, какую выбирают они зону лавировочную, уходят они вправо или они уходят влево. Он же там вынуждает ближайшего соперника на нарушение правил гоночных. Он же следит за тем, чтобы этот нарушивший правило оправдался. То есть, после команды протест на соседнюю лодку, команда, получившая протест, должна отойти в сторонку и оправдаться, развернуться на 360 градусов. То есть, совершить маневры, значит, потравить паруса, добрать паруса, сделать поворот один, сделать поворот второй и после этого продолжить движение, как они шли. Ну или его изменить в другую сторону. Но главное, что пока весь флот идет, они оправдываются, они в любом случае всех пропускают. Это тоже его тактика, задача. Этот же тактик смотрит в любом случае за командами и за безопасностью следит команда, чтобы кто-то сюда руки не засунул, кто-то за борт не выпал, кто-то вовремя переходили с борта на борт, чтобы в моменте поворота создавать определенную качку парусам и давать дополнительную энергию и дополнительный импульс, чтобы лодка скаканула еще на метр-полтора вперед в момент этого поворота, а не остановилась наоборот, когда кто-то зазевался и вовремя не отпустил с одной стороны стаксель, его невозможно было добрать до другого, он заполоскал, и лодка остановилась. То есть, это все задачи того же тактика. Ну, собственно, основные должности все здесь, а вот как их распределить на лодке, это задача, это угадывание или неугадывание этого психолога-наставника, насколько он правильно прочитал команду, насколько правильно выяснил задачи этой команды и расставил всех по местам, по силам, возможностям и желанию. В чем мы гоняемся? Значит, обычно сезон начинается в конце апреля, и до июня это прохладная вода. Надо понимать, что даже если на температуру воздуха у нас будет под 25 градусов, холодная вода до 12-15 градусов, будет создавать при ветре ощущение, что на лодке страшный дубак, что там градусов, наверное, 12, а то, может, и ощущение меньше. Особенно на встречном ветре. Лодка идет против ветра, ветер дует узлов 10, и лодка навстречу идет узлов 5. То есть, уже ощущение на лодке вы ощущаете своим телом уже 15. А если 15 дует, и лодка идет 7, это уже 21. 21 – это уже барашки вокруг. И вот этот холодный ветер, который вы воспринимаете всем организмом, не должен вас выбивать из рабочего режима, не должен переохлаждать ваш организм. Поэтому мы рекомендуем одеваться по погоде. То есть, если вы смотрите, и погода жаркая, вы не должны перегреться. Если погода прохладная, то учтите, что на воде будет еще холоднее, и вы должны себя подготовить к этому, одеться тепло. Ну, что значит тепло? Сейчас спортивная технологическая одежда. У вас должен первый слой – это ваше термобелье. Второй слой – это либо лонгсливы, маечки, либо флисочка. И третий слой – это курточка, которая вас будет от ветра защищать. То есть, либо это ветровка. Желательно, чтобы все эти вещи были мембранные. Желательно, чтобы они дышащие были и не создавали парниковый эффект внутри, чтобы вы, опять-таки, не перегревались. Потому что во время гонки, во время суеты вы нагреваетесь, нагреваетесь, распариваетесь. А потом между гонками, когда появляется пауза, в любом случае, между первой, второй и третьей, есть там каких-то 10 минут, вам нужно посидеть, выдохнуть, разобрать ситуацию, пообщаться с наставником, по всем ошибкам пробежаться, исправить их, подготовить мальчасть к следующей гонке и выйти на следующий старт. Чтобы у вас в этот момент распаренное тело не остывало, и вы не простыли, следите за тем, чтобы технологичные ткани были. Какие эти ткани, чьих производителей, это вам подскажет наставник или подскажет школа, когда вы уже соберетесь на эту регато, непосредственно в ней участвовать. Итак, здесь были перечислены практически все вещи, которые вам понадобятся на регате. Куртку всегда можно скинуть. Ребят, это всегда можно. Все же верхний слой, он быстро расстегивается, перед гонкой вам стало жарко, между гонками вы сняли и положили внутрь. Лодки в сухое безопасное место, стало прохладно, достали, опять одели. Но это должно быть с вами, а не где-то на берегу. Бывают дожди, поэтому желательно, чтобы и штаны, и куртка вас могли защитить от этого дождика. Вы выходите на дистанцию, погода не предвещает ничего, облачка, солнышко. Но вы вышли на два часа, и через полчаса, через час может лететь гроза, пройти дождик, и чтобы вам было комфортно, чтобы вы дальше могли продолжить, и у вас зуб на зуб не попадал, вам еще гоняться и гоняться, одевайтесь правильно. Берите ветра, дождезащитную курточку с собой. От солнца очки, желательно на тесемочки, чтобы они не падали, не упали у вас в воду. И кепочка тоже желательно на прищепке, на веревочке, которую можно пристегнуть к воротнику. Собственно, рекомендации все простые. Если вы идете первый раз, и вы даже не знаете, будете ли вы заниматься, не будете заниматься, вот из всего этого вы наверняка найдете в вашем гардеробе. Вы же не только в офис, надеюсь, выезжаете. Поэтому кеды-кроссовки с светлой подошвой и с мелкими ламельками, желательно, чтобы они не скользили даже у вас по паркету. Если они по паркету не будут скользить, значит, не будут скользить и по палубе лодки. Береговая часть. Кто-то ходит на регату только из-за этой части береговой. Ну, потому что это коммуникации, это общение, живое общение, без масок. Это возможность красиво провести время на подмосковной или какой-то другой ривьере, природе, где красивые лодочки, красивые люди собираются, где можно выплеснуть и адреналин, и получить эндорфин. Зарядиться за выходные хорошим настроением, позитивом, сбросить весь негатив и приступить на следующей неделе покорять мир своими новыми подвигами. Что мы предлагаем на береговой части? Обычно это дополнительные конкурсы, которые идут вам в зачет. Бывает, что их вставляют прямо в общий гоночный список, бывает, выносят за. Мы, конечно, предлагаем выносить всегда это за, потому что гонка – это гонка, берег – это берег. Обычно береговые активности можно подводить итоги отдельно и награждать отдельно. Здесь команды участвуют в вязанию морских узлов на скорость. Здесь же в семафоруме мы передаем какие-то послания своим командам. По флажной азбуке мы разгадываем какие-то ребусы, зашифрованные в послании именно флагами. И происходят тематические квизы опять-таки на тему, близкую вам. В данном случае, если это наша тема, если это яхтенная тема, то мы в этой теме разбираем и конструкцию лодки, и правила парусных гонок, и прочие истории, которые вам помогают быстрее закрепить материал, который вдруг не усвоился по каким-то причинам заранее, до этого. Где все это происходит? То есть, клубные регаты, подготовка, тренировки происходят на наших базах в яхт-клубе «Фарватер», 12 километров по Осташковскому шоссе, и на водном стадионе в «Акваспорте» это на Ленинградском шоссе. Основные – это у нас Химкинское водохранилище, это Клязьминское водохранилище. Основные две зоны, где происходят, собственно, все регаты в Москве. Здесь мы говорим только для москвичей, полезную информацию. Для Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля и других городов по запросу мы запишем на тренировке вас и там. То есть, было бы желание. Тренировки происходят в основном на МХ-700 ракетах 670. Лодки-прототипы отечественные, построены на базе 7-метровой яхты популярной в Европе G70, практически такие же по органам управления, по настройкам, по всему. Ну, просто чуть дешевле, потому что отечественные. Стоимость двухчасовой тренировки в районе 11 тысяч рублей, опять-таки, зависит от региона. В Москве подороже, в Казани, Нижнем подешевле. Записаться вот по этим телефончикам можно. Вам дадут календарик, вам дадут возможность выбора команды, в которую можно вписаться, если вы один. Или запишут вас целиком одной, двумя, тремя командами, чтобы вы могли подготовиться к какой-то предстоящей, глобальной, не знаю, корпоративной или отраслевой, или клубной регате. Итак, записывайтесь, приходите, ну и смотрите другие лекции, которые мы для вас записываем. Мы рассматриваем и настройку, где мы рассматриваем и тактику, и стратегию парусных гонок. Приходите учиться, приходите получать удовольствие под парусом. Спасибо.